Спасибо нашим коллегам за то, что они подготовили этот сюжет, но мы хотим сообщить, что с 2015 года ОТВ сотрудничает с благотворительным фондом «Родная». Сегодня мы подводим итоги уходящего года вместе с руководителем благотворительного фонда «Родная» Натальей Восковой. Наталья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что в программе «Наше утро» вышло 26 сюжетов, которые были плодом нашего сотрудничества. Скажите, кому удалось за это время помочь? Вы знаете, я, конечно, хотела бы начать с благодарности ОТВ, потому что это совместная наша программа, и мы с ней долго работаем. И за это время, не только за прошлый год, за это время, за все эти годы удалось многим деткам помочь не только с Челябинска, но и с нашей области. И за этот год, вы действительно сказали, вышло 26 сюжетов, и 20 ребятишкам из Челябинска, Коркино, Южноуральска, Кослей, Троицка удалось приобрести какие-то медицинские лекарственные препараты. Кто-то из ребят получил реабилитационные процедуры и медицинскую технику. Вот такая статистика из 26-20, мне кажется, это очень даже позитивно. Это очень впечатляет. Ну, я хочу сказать, почему 20, а не 26, потому что у нас некоторые сюжеты были, скажем так, не один раз по деткам. Поэтому это, на самом деле, очень большая поддержка для тех семей, которые нуждаются в такой ситуации. И я думаю, что в преддверии Нового года особенно, да, я бы хотела пожелать каждому, чтобы у каждого была возможность быть благотворителем. Потому что оказывать поддержку кому-то, это очень приносит большое удовлетворение для каждого человека. А жизнь такая хрупкая, и поэтому ее надо просто беречь. Вот вы сейчас сказали про новогодние праздники, что хочется помогать и желать, чтобы все были благотворителями. А кому сейчас нужна помощь, чтобы наши телезрители знали, кому они могут помочь? Да, вот сейчас был сюжет про Артема и еще другие детки из палеотинного отделения нашей больницы, они нуждаются в специальном питании. Поэтому все новогодние праздники мы будем собирать средства на специальное питание для таких ребятишек. И это на самом деле сделать очень просто, вы уже говорили, что это короткий номер 3434, в тексте пишем родная и через пробел любую сумму. Это значит, что не только Артем, но и другие детки смогут получить специальное питание. Ну а если говорить о том, что не питание, как еще могут помочь ужинауральцы нашим деткам? Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот эти благотворительные среды, мы надеемся, что в 2020 году будут. Но у нас традиционно, опять же, вместе при поддержке канала ОТВ, холдинга ОТВ, у нас проходит благотворительный вечер. В феврале, 14 февраля, в День влюбленных, будет очередной, седьмой благотворительный вечер. И на этом благотворительном вечере у нас, это формат классического такого благотворительного вечера, в котором принимает участие политическая элита, бизнес-элита области. И он будет направлен на поддержку конкретных детей и тех детей, которые у нас будут с вами в программе Добрые среды. Поэтому мы приглашаем всех тех, кто называет себя и реально является благотворителем, в этот день оказать такую поддержку тем семьям, которые сегодня находятся в трудной жизненной ситуации. Спасибо большое. Знаете, такие вот слова, прям хочется всегда помогать. И я вот хочу от себя и от всех, думаю, телезрителей пожелать, чтобы вы смогли помочь всем. А я хочу пожелать телезрителям, чтобы в их семьях все было благополучно. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые телезрители, с нами Наталья Баскова, президент благотворительного фонда «Родная». А сейчас пройдемся на паузу, но не переключайтесь, скоро мы вернемся.